Ребят, всем привет! Всем отличного настроения, приятного аппетита! С вами Ева и Катя. И мы смотрим ролик, который вроде бы мы еще ни разу не смотрели. Называется... А нет, вру. Это РПГ мечты монтаж. Посмотрим. Начинаем. Всем здоровенько! Это небольшое вступление, дабы объяснить, что вообще происходит в видосе и над чем, собственно, смеяться. Так как подобный формат на канале вообще впервые, многие могут не понять, что происходит. Поэтому вкратце объясню. Мы с Никитой зашли на сайт, который пишет историю в зависимости от того, что ты впишешь. То есть ты выбираешь с этим персонажа, тебя вбрасывают в ситуацию и погнали! Ты можешь хоть голым всю игру ходить, хоть снашаться с каждым встречным, ну и так далее. Вообще-то есть что угодно делать. Ну и вот мы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно. Я это все смонтировал, визуализировал и, соответственно, предлагаю вам оценить все ее творение. А уже по вашему фидбэку буду определять. Может, это мимолетный видос, а может быть, это станет новой рубрикой на канале параллельно с монтажами. Ну, собственно, не буду затягивать. Комментируйте, ставьте лайки и приятного просмотра. Муа! Ну, сейчас зайди на iDungeon. Как оно? А, пробел и пробел данжен. Вон он у тебя. А хули у меня точка едет? Блин. У меня кнопка залипла, блядь. Выбери, ну, к примеру, фэнтези. Единичка. Фэнтези. Ну, вот, к примеру, рыцарь поставь. У меня спасать фэнтези. Кологлот меня зовут. Кологлот. Сэр, кологлот. Кстати, звучит нормально, да? Кологлот. Вы кологлот, рыцарь, живущий в королевстве Лариона. У вас есть стальной длинный меч и деревянный щит. Он предстоит победить злого дракона Лариона. Вы слышали, что он живет на севере королевства. Вы вступаете на путь, чтобы убить его, и идете в темный лес. Когда вы входите в лес, вы видите маленькую деревню. Человек стоит за дверью с обнаженным мечом. Похоже, он собирается напасть на вас, но затем оборачивается и уходит. Привет, говорит голос из-за двери. Извините, я не говорю на вашем языке, блядь. Что вы будете делать? Как сказать, я пырнул себя в ногу? Это еще просто степки. Степки. Ладно, степки. Мужчина оборачивается и видит, что вы держите в руках кинжал. Человек рисует свое собственное оружие и атакует вас. Что, блядь? Если вас сталкивающийся меча, заставляет лететь искры. Они оба падают на спину с кровью, летящие повсюду. Кто, мечи или искры падают на спину с кровью? О-о-о. Ну это точно не вы. Искры падают на спину. Лол. Эл-о-эл, да. Ваши действия вызывают смех у жителей деревни, которые выходят из своих домов, чтобы посмотреть бой. Это просто игра, они восклицают. Мы все должны играть чаще. Да, пиши, что ты убил всех. Вы берете свой меч и бежите к деревне. Вы бросаетесь через дверь и наносите удар всем внутри. Ваш клинок прорезает плоти и кости. Не остальное ничего, кроме кровавого красного мяса. Здрасте. Извините, я не понимаю ваш язык. Потому что не ха-ха-ха, не по приколам. И ты такой... Жители деревни зовут на помощь, пока вы продолжаете убивать. Некоторые пытаются уползти, но вы просто рассекаетесь. Живую, стызмя. В начале чувак такой, Sorry, I don't speak to you language, бля. В конце концов, вы останавливаетесь и осматриваетесь. Там нет выживания. Упс, погорячился, знаешь? Маленький. Ой, я поспешил с решением. Вы смеетесь и возвращаетесь. Не отношуете, что дом был полностью разрушен взрывом? Что теперь? Пока я там развлекался в деревне, блядь, мой дом взрывает. Судьба наказала тебя. Напиши тогда Now I got a new toilet. Теперь у меня появился новый туалет. Now I got a new toilet. Вы быстро отправляетесь в ближайший город и покупаете новый туалет. Замет некоторое время. Но в итоге вы получаете тот, который работает. Проходит горд. Но потеряли все. Вокруг разбитых вещей, взорванных вверх. Раз ты вот сидишь, нахуй. Это был Дракон. Вы просыпаетесь в больничной койке. Вы окружены врачами и медсестрами. Один из них спрашивает, хотите ли вы рассказать свою историю или нет? Нет, я думаю, что это будет лучше сказано в моем журнале. Журнал с недвижением. Напиши which journal. Какой журнал? Доктор Сэдд? Док. Док. Эй, док. Как-то так? Доктор Саид. Ахамдуля. Я хочу продолжить тему Дракона, раз что в средневековье вы тут читаете журналы и покупаете туалеты, но... Напиши Dragon Destroy Hospital, да. Дракон разрушил больницу. Вы сразу же выбежали на улицу и увидели стоящего там большого монстра. Это было похоже на Дракона, но намного больше. Что, черт возьми, происходит, вы закричали. Я не знаю, но нам нужно выбираться отсюда. Существо закричало в ответ. Почему мне Дракон все ломает, а потом говорит братан? Напиши типа... Я хочу сесть тему Насмин. Вы пригнали Насмин у существа и начали кататься на нем. Вскоре вы оказались в лесу в полном деревне. Вы двое продолжали кататься довольно долго. В конце концов вы достигли небольшого озера. Напиши, что существо утонуло. Печальник. Вы заметили, что... Вы заметили, блять. Он плавал в воде, а затем внезапно погрузился в озеро. О, хорошо, вы вздохнули. Мне нравится, что... Все, мы победили Дракона, я так полагаю. Подружились в итоге, наверное, шикарно. В смысле? Оно что, выжило, ебать, твисты? Да ладно, блин. Там шиты утопил, что ли? You, Drone, Creature уже. Убей, то ты павишь. Через несколько дней вы обнаружили мюнклое тело, лежащее на дороге. Человек без глаз и пустой глазницы лежал на боку возле дерева. А что с Драконом-то, блять? Я хуй не знаю. What the fuck? Что за... Это похоже на Дракона, сказала женщина в черном платье. Как это случилось, ты спросила. Он умер, какой сейчас он пришел. Она ответила. Напиши, типа... Я изнасиловал тело. Мы взяли тело и положили себя на плечо. Ты уже собирался идти, когда услышал голос. Эй, стоп! Это была молодая девушка в белых одежках. А в черных, блять, одеждах? Где девушка? Напиши, степ хим. Я охуенный. Девушка подняла руки и сдалась. Извините, я не могу позволить взять вам это тело, она сказала. Нормально. Ты ударил девушку в грунт, нож прошел сквозь нее и ее сердце. Прости, прошептала она перед смертью. Она такой, но. Я думаю, чтоб ты уже изнасиловал. Я тоже хочу, ну, блять. Рейп хер, напиши, рейп хер. Вы подбежали к девушке, помогли ей подняться с земли. Я хочу ее. Я, блять, блять. Ты мне ебнул ножом, блять, в сердце, потом помогаешь. Напиши, смеш, хер, стаи, вы, хамер. Не, блять, размажите. Ебало, блять, блять, блять. Ты разбил ее лицо тыльной стороной кулака. Она упала на саду и ударилась головой о пол. Это больно, сказала она. Да ладно. Я думаю, это сработало. С чего, блять, если, блять. Я ее уебал в голову, она такая, ой, это больно было, но ничего. Напиши просто, да, иду. Умер. В смысле, я умер? Почему я умер? Эй, эй, почему я умер? Ну, ты еще не умер, кстати. Ну, я потерял сознание, окей. Ха, ты finally awake, блять. Ха, да, да, кстати. О, ты такая спроснулся. Ты открыл глаза и увидел, что я еще там держу. Она улыбнулась тебе. Лучше, краш, хер, скалл. Хотел изношеного дела. О, коты, ебать, да червя. С ебать ей червя. Да, бля, хули она вон. Стоит, смотри, нечего улыбается. Югрю. Ааа, бля. Вы раздавили ее череп. Череп ее мозг забрызгал в тебя. Напиши, eat your brain. Пусть, ну, что происходит вообще? Ну, я же калоглот, блядь. Вы съели ее мозг. Вкус как смерть. Что делать дальше доблестно? Калоглоту. Бля, может, все-таки кала поесть, но у тебя это все. Кала, ну, да, логично. Что реально за калоглот? Но как на вкус ее фекалии? Какой-то медовед бельки учился. Вы притянули девушку ближе и начали есть ее фекалии. Запах был ужасный, но это было... Охренеть. Сюда чего с драконов? Абрамолков поел говно. Жизнь удалась, блядь. Вы пошли домой, и ты был счастлив. Ты вообще обалдет. Типа, дай отписывали. Как можно быть счастлив? Вы умерли, игра закончена, блядь. Клэп, 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 нахуй. Блядь, охуенная история получилась. Перерезал деревню, убил нахуй дракона, заубил женщину, сожрал мозги и говно, пошел домой и стух. Верно счастливым. Вот так и закончилось. Эпопея пророкала глота. На всех экранах страны, во всех книжных магазинах. Блядь, охуенная история. Сочинили. Шикарно. Мне же, правда, плохо стало. Просто. Это жесть. Такая фантазия, фантазию бы иметь, что такое сочинить. Да блин. Я бы такое не сочинила. У меня даже в голове вот таких вот мыслей нет. Я бы такого не придумывала и не написала бы, как они. Это вообще... Девушка, значит, встретили, замочили ее, изнасиловали, ударили в грудь ножом. Она такая, доброе утро. Ого, доброе утро, помогли встать. Да, ты в настроении. Офигенно, блин. Зато он в конце наелся дерьма. И умер счастливым. Друзья, ну как вам такая история? Всем счастья. Да, вот и сказочке конец. А кто слушал? Молодец. Молодец, друзья. Пишите комментарии. Обязательно напишите, как вам эта история. Сможете вы сочинить что-то покруче, чем это. Да. Будет интересно ваши варианты прочитать, если кто-то сможет. Ну, посмотрим, друзья. Всем пока-пока и хорошего настроения. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok